Заполярное Финоугорье гуляло в поселке Красное два дня. Межмуниципальный праздник, посвященный дням родственных финоугорских народов, прошел здесь во второй раз. Ярмарка «Красная поляна» — торжественный концерт творческих коллективов из округа и республики Коми, а в завершении второй окружной Коми молодежный этнографический конкурс «Лось и Дес Ладные». Большой межмуниципальный праздник Заполярное Финоугорье становится традиционным. В этом году он состоялся во второй раз и был посвящен культуре и традициям Коми народа. Несмотря на проливной дождь, мероприятие открыла уличная ярмарка. Красновские мастерицы и гости из Наринмара и окружных деревень нахваливали свой товар. Это сувенир лица шамана. Мы сами тоже из рода шаманов. Я внучка шамана. В это время сувениры своими руками делали в поселковом доме культуры. Мастер-классы для взрослых и детей проводили умельцы из Красного, Андига, Хайривера и Неси. Девочки очень любят, дети любят вообще куколки. Да еще и такие маленькие, аккуратненькие, миниатюрненькие, нарядные. Мастерить Коми куклу несложно, подтверждают юные рукодельницы. Только без помощи взрослых не обойтись. Мы сейчас делаем куклы. Куклы рода Коми. А за этим столом учат создавать ненецкие куклы-сувениры. Наталья Пырерко 12 лет работала в мехпошивочной мастерской хозяйства «Харп». Так полюбила прикладное ремесло, что не оставила его, даже сменив деятельность. Для меня не очень сложно. А кто начинает, конечно, им будет сложновато. Но я выбрала самое легкое, потому что когда-то проводила мастер-класс, делали мы сову в ЭКЦ. И там мы делали 4 часа. На стенах фойе Дома культуры фотоработы Коми «Край родной» Виктора Прокушева и галерея детских рисунков по мотивам легенд, сказок и преданий Коми народа. Молодежный ансамбль «Июль» Усть-Куломского района Республики Коми покорил и зрителей, и окружные творческие коллективы. Каждый поет про свою судьбу, про свой род, интересные случаи жизни. В общем, вспоминает, и при этом они не впустую, они работают. «Красная» стала своего рода брендом этого фестиваля. Не случайно он проходит в этом муниципальном образовании во второй раз. Организаторы пророчат ему большое будущее. За основу взято мероприятие, которое проводится во всем финно-угорском мире. Ежегодно в октябре отмечаются Дни родственных финно-угорских народов. Праздник действительно удался. На этот раз масштаб гуляния перешел межмуниципальные границы, объединив регионы Ненецкий и Коми. Я думаю, что такие мероприятия, они нужны. Почему? Потому что люди приезжают сюда, показывают свое мастерство. Здесь, кстати, присутствуют сегодня представители и из Республики Коми. Приехали коллективы из Наринмара, коллективы из Красного здесь, с ряда других населенных пунктов. Завершился финно-угорский праздник молодежным конкурсом. На сцене свои умения представляли пары из округа и Республики Коми.